Эта команда была основана 16 лет назад. Вот уже много лет Саров играет в высшей лиге. В 2011-м саровчане заняли 5-е место в регулярке. Все эти годы клуб пользуется бешеной популярностью у болельщиков из Сарова. Во-первых, значит, это вот красивый, хороший, значит, стадион. Я имею в виду следовый дворец. Во-вторых, значит, команда, ну, чувство мастеровитое. Для того же торпеда сортирует игроков. Они их и сюда присылают, и туда набирают, как бы. Чтобы там не засиживались, они здесь посиграют. Нужно, конечно, обязательно. Они здесь подготавливаются хотя бы к нашей игре, ночью. Саровский ледовый дворец смещает 1200 человек. Аншлаги здесь бывают не всегда, но и редкими их не назовешь. Люди болеют за хоккейный клуб Саров. Они испытывают чувство гордости за Саров. Поэтому я считаю, что вот если бы этого не было, город бы много потерял. Такая популярность не должна никого удивлять. Команда заслужила поддержку болельщиков результатом. В этом календарном году на своем льду Саров из 8 матчей выиграл 7-4 с крупным счетом. Три последние игры завершились с общим счетом 15-2. На этот раз соперником стал Торос из Нефтекамска, трижды выигрывавший кубок Братина. Причем сразу и не скажешь, что первично – результат или подготовка хоккеистов для торпеда. Мы работаем на систему. И мы в этой системе тот болтик, который нужен системе. В Сарове два разноценных голкипера – Андрей Тихомиров и Николай Мальков. Они сыграли примерно одинаковое количество матчей. На этот раз в воротах Тихомиров. Мальков поддерживает коллегу со скамейки. Еще одна отличительная черта нашей команды – сплоченный коллектив. Здоровая конкуренция, она всегда должна присутствовать на льду. Но только на льду. В жизни мы с Андрюхом хорошо общаемся. Мы понимаем, что такой длинный и тяжелый сезон можно успешно провести только вдвоем. Когда пара вратарей играет, когда у одного спад, второй может подстраховать. Счет в первом периоде открывают саровчане. Гол на счету Романа Конькова. В дальнейшем Саров довольно уверенно обороняется, но в итоге за дело берутся арбитры. Дважды судьи оставляют наших хоккеистов втроем против пятерых соперников. Если в первом случае удается отбиться, то во втором Торос сравнивает счет. Станислав Голованов удачно играет на пятачке. Игра переходит в овертайм, и вот там саровчане доказывают, что они сильнее. Причем после гола Александра Конного, который видит все трибуны, арбитры прибегают к помощи видеоповтора. Так или иначе, саровские хоккеисты выигрывают этот матч со счетом 2-1. Все ребята хотят праздлить сезон. Играть лучше, чем тренироваться. Они все это прекрасно понимают. Ну и для города, я думаю, что это опять же праздник. То, что выиграли, это большое спасибо ребятам и болельщикам. После матча приятная церемония. Один из лучших защитников команды, Виталий Тесленко, празднует 25-й день рождения. Болельщики вручают ему торт. Для меня впервые так очень приятно. Спасибо им большое за поздравления. Спасибо. До конца регулярного чемпионата осталось два матча. В субботу в Саров пожалует нефтяник, а в понедельник ишсталь. Саровчане уже обеспечили себе место в плей-офф, но и хоккеисты, и тренеры обещают. В каждом матче будут играть на победу. Нельзя по-другому при таких-то болельщиках.